Меморандум о сотрудничестве подписан на Ялтинском международном экономическом форуме между общественной организацией «Деловая Россия» и Ассоциацией независимых промышленников и предпринимателей в Ираке. Подписи под документом поставили Андрей Назаров и Анвар Абдуллар Ашиджай. Подробности соглашения и итоги первого дня работы у ЕМФ узнаем у моего коллеги-главного редактора РБК УФА Кирилла Кукоши. Кирилл, тебе слово. Приветствую. Да, Катерина, хочу подвести итоги первого дня пятого юбилейного Ялтинского международного экономического форума. Традиционно он проходит в этом отеле МРИ, который за моей спиной. Мы видим, как брендированные автобусы привозят и увозят участников, всех желающих, которые желают прикоснуться, можно сказать, к истории. Потому что пятый юбилейный Ялтинский форум – это то событие, которое собрало в полтора раза больше участников, чем изначально ожидали организаторы. Более 4300 человек. Официальная цифра на этот момент. И что хочется отметить, в первый же день подписано ряд важных соглашений и меморандумов. Меморандумов буквально 5 минут назад Деловая Россия подписала меморандум о сотрудничестве с представителями Ирака. Давайте посмотрим, как это было и послушаем, собственно, в чем суть этого меморандума. Андрей Геннадьевич, в чем суть подписанного соглашения с представителями Ирака и почему именно эта страна? Каждый год на Ялтинский международный форум добавляется количество стран. И в этом году тоже, в общем, такие новые партнеры, новые участники приехали. И в частности представители Ирака. Крупная иракская организация, которая имеет множество филиалов по миру. И вот сегодня мы договорились, что и теперь в Российской Федерации будет установлено партнерство. Они бы хотели, с одной стороны, инвестировать в Российскую Федерацию, а с другой стороны, найти партнеров, которые бы могли работать в Ираке. И, конечно, здесь Деловая Россия выступает неким вот этим проводником в российский бизнес. Потому что, с одной стороны, российский бизнес доверяет Деловой России, а с другой стороны, иракские коллеги понимают, что можно с Деловой Россией работать. Это некая гарантия того, что будут качественные партнеры. Это, на мой взгляд, это очень важный документ, который был подписан сегодня. Я очень надеюсь, что этот документ принесет пользу для обеих сторон. Как вы знаете, Российская Федерация – это великая держава, очень великая страна, которая обладает большими возможностями во всех сферах экономических и промышленных. И поэтому для нас, я думаю, что актуально и важно подписывать такой документ и наращивать сотрудничество, углубляя наши отношения Делови с этой страной. Продолжу. Здесь на форуме грандиозное количество площадок. Одновременно проходят около пяти-шести, а как сейчас и одновременно десять заседаний и круглых столов. Что очень важно, как отмечают организаторы, Ялтинский форум – это не просто встреча B2B или B2G, когда бизнес соединяют, если можно так выразиться, с представителями власти. Здесь абсолютно идет полное соединение всех структур, как бизнеса, так и власти, так и общественников. И этим и уникален форум, который проходит здесь, в Ялте, уже в пятый раз. Причем площадка не только вот этот отель, площадки есть и в Ледводийском дворце, и в Воронцовском дворце. Туда ходят специальные шаттлы. Обо всем, конечно же, расскажем. Ну и ждем прибытия делегации из Башкортостана, которая прибудет уже завтра во главе с временно исполняющим обязанности главы республики Радием Хабировым. Ну и, собственно, место, оно заряжено, как говорят здесь, на позитив и на успех, чего стоит только природа Крыма. Вот попрошу сейчас показать, где все это проходит. Немного пасмурно, и горы как раз-таки накрыли тучи. Но мы продолжаем следить за развитием событий. Екатерина. Спасибо, Кирилл. Мой коллега Кирилл Кукоша о первом дне работы Ялтинского международного экономического форума и достигнутых договоренностях.